Иван Васильевич велел подозвать Морозова. Площадь снова затихла, все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание. — Боярин-дружина, — сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места, — ты божьим судом очистился предо мною. — Господь Бог через одоление врага твоего показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из слободы до моего приказа. — Но это, — продолжал мрачно Иоанн, — только половина дела. Еще самый суд впереди. Привезти сюда Вяземского. Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом. — Афоня, — сказал он наконец, — тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или через бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. — Боец твой не устоял, Афоня. — Что ж, — ответил Вяземский с решимостью, — вели мне голову рубить, государь. Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна. — Только голову рубить, — произнес он злобно. Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал. Но на тебе еще другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку. И, приняв из рук малюты Гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик. — Это что? — спросил он, страшно глядя в очи Вяземского. Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени. — Ра-п-лукавый! — произнес он грозно, и по жилам присутствующих пробежал холод. — Ра-п-лукавый! Я приблизил тебя ко престолу моему. Я возвеличил тебя и осыпал милостями. А ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, аки аспит, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел извести меня. И затем, должно быть, ты в опричнину просился. — Что есть опричнина? — продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. Я, аки господин винограда, поставлен Господом Богом над народом моим, возделывайте виноград мой. Бояре же мои, и дума, и советники не захотели помогать мне и замыслили погубить меня. Тогда взял я от них виноград мой и отдал другим делателям. И сей есть опричнина. Званые мною на пир не пришли. Я послал на торжище и на исходище путей и повелел призвать елиц их, какие обретутся. И сей опять есть опричнина. Теперь спрашиваю всех, что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облегшийся в одеяние брачное, как сказано о нем в Писании, связавший ему руцы и нози. Возьмите его и вверзите во тьму кромешную. Ту будет плач и скрежет зубов. Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца. Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слово в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений. Да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хоть он и старался скрыть его под личиною равнодушия. Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенесть терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин. «Отведите его», — сказал царь. «Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привезти в слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания». «Велика злоба князя мира сего», — продолжал Иоанн, подняв очи к небу. «Он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищущий пожрать имя, и даже на синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость Божию, и с помощью Господа не дам укорениться измене на Руси». Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвную толпою опричников. Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках. «Не взыщи, князь», — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад. «Наше дело холопское», — и, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму. Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.